Поэтому коридору запрещено ходить таким лузершам, как ты. Харпер, нужна моя помощь. Ты меня поняла? Я должна вмешаться. Не трогай ее. А что ты мне сделаешь? Я совсем ничего. Храбрость, не оставляй нас. Кому же я теперь буду завидовать? Пропусти меня. Храбрость совсем не дышит. Это может означать только одно. Она умерла. Кошмар. Тут такое могло произойти. Дальше без меня. Я не собираюсь в этом участвовать. А мы ведь только недавно познакомились. Какая ужасная трагедия. Прощай, храбрость. Мы всегда будем помнить о тебе. Пора отсюда уходить. Всем оставаться на своих местах. Хорошо, хорошо. Доставка для гнева. Ловлю. Я не подведу вас, офицер. Удачи. Я раскрою это запутанное дело. Быстро признавайтесь. Кто из вас убил храбрость? Напишите в комментариях, кто же совершил это преступление. Для начала мне нужно осмотреть тело убитой. Очень странно. Но я не вижу здесь никаких зацепок. Что же делать? Нашел. Здесь кое-что есть. Посмотрим. Это воспоминание храбрости. Как оно тут оказалось? Давайте посмотрим, что же с ней произошло на самом деле. Сегодня все молодцы. Что это за звук? Я всех вас приветствую. Она выглядит такой смелой. Я тебе немножко завидую. Можно подержать щит? Конечно. Ай. Ты еще слишком слабенькая. Давай лучше я его заберу. Ну и тяжесть. Продолжим наше знакомство. Меня зовут Храбрость. Я радость. Какое сильное рукопожатие. Храбрость. Ага. Так, не пойдет. Попробуем еще раз. Будем знакомы. Чего она прицепилась? Поняла. Это бесполезно. А это еще кто такой? Называй меня стыд. Приветствую. Мне больно. Выровняй спину. Ты же мужчина. Он стеснительный. Его проблемы. Моя принцесса. Сердце ланца сабли принадлежит вам. Давай лучше отойдем подальше. Позвольте преподнести вам эту прекрасную розу. Не позволяю. Почему? Есть дела поважнее. Я оскорблен. Соберитесь все вместе. Уже идем. Мы с вами станем одной командой. Не бойтесь трудностей. Вы должны смотреть им прямо в глаза. Да. Где храбрость? Что с ней? Помоги. Храбрость мертва. Что происходит? Я боюсь. Вы все подозреваетесь в убийстве. Начнем допрос с тебя. Не нужно. Сейчас вылетит птичка. Я ни в чем не виноват. Я никого не убивал. Сядь. Детектив. Отпустите меня. Не могу, стыд. Ведь настоящий убийца это ты. Да, это он ее убил. Чего вы это взяли? Я ее не трогал. Ты меня не проведешь. Хватит на меня светить. Сам напросился. У меня на допросах раскалываются абсолютно все. И ты не станешь исключением. А теперь я хочу услышать правду. Хорошо, детектив. Я расскажу. Я думаю, что все было именно так. Храбрость произносила свою крутую мотивационную речь. Радость сделала вид, что ей все нравится. Но на самом деле она злилась на храбрость. Джой привыкла всегда быть в центре внимания. И поэтому она не могла допустить, чтобы кто-то отобрал у нее эту возможность. И тогда она решила отравить храбрость с помощью мыльных пузырей. Но у храбрости оказался хороший иммунитет. Поэтому Джой пришлось использовать дозировку побольше. Она выпустила огромный отравленный мыльный пузырь прямо в сторону ничего не подозревающей храбрости. И он сделал свое дело. Храбрость умерла от отравления ужасным ядом. А радость сделала вид, как будто ничего не знает. Видите, детектив? Все, как я и говорил. Я никого не убивал. Все вопросы к Джой. Как это произошло? Ты следующая. Я? Но мне очень нравилась храбрость. Стой на месте. Вы же не серьезно? Убийца! Или все-таки серьезно? Слишком ярко. Кините мне потом фотку. Сядь уже. И сиди спокойно. Тебе не о фотографиях нужно беспокоиться. В тюрьме не будет инстаграма. Я обвиняю тебя в убийстве храбрости. Я тоже. Джой, доставай улики. Не нужно так кричать. Вот мои мыльные пузыри. А теперь расскажи мне все до мельчайших подробностей. Хорошо. Могу предположить, что все было следующим образом. Храбрость говорила нам, что мы должны стать одной большой и дружной командой. Но потом неожиданно выключился свет. Я уверена, что за выключением света стояла Хандра. И не нравилось, что храбрость постоянно пыталась отобрать у нее телефон. Поэтому она решила ее убить. Хандра села в машину и включила систему закиси азота. А потом на сумасшедшей скорости сбила насмерть бедную храбрость. Эй, чего вы все на меня уставились? Меня не интересуют эти ваши убийства. Ты попалась. Да никуда я не попадалась. Вы просто тратите мое время. Сидеть. Хандра, тебе выдвигаются официальные обвинения в убийстве храбрости. Она маньячка. Какой бред. Ой. Я жду улики. Хорошо. Вот мой автомобиль. Дашь порулить? Ладно, вернемся к делу. Что там произошло? Мне какая разница? Ты хорошо подумала? Сейчас я тебе устрою. Плевать. Посмотрим, как Хандра запоет без интернета. Вот так вот. Куда пропал интернет? Я не могу зайти ни на один сайт. Теперь будешь сотрудничать. Ладно. Слушайте внимательно. Я расскажу вам свою версию этих событий. Скажу вам прямо. Я думаю, что это сделала Зависть. Она тоже хотела быть такой же смелой, как Храбрость. Но, естественно, у нее ничего не получалось. Это ее очень сильно злило. И тогда Зависть просто-напросто решила избавиться от источника раздражения. Она взяла свой шаманский бубен и наслала на Храбрость огромное торнадо. У нее не было шансов. С такой стихией никто из нас не смог бы справиться. Перед своей смертью Храбрость пыталась рассказать нам, что ее убила Зависть. Но, к сожалению, не успела. Можете мне поверить, это ужасное преступление совершила Зависть. Почему все постоянно думают на меня? Ты вечно всем завидуешь. Поднимай табличку. Это совсем не честно. Да не убивала я вашу Храбрость. С этим нам еще предстоит разобраться. А пока что все основные улики указывают именно на тебя. Ты это сделала. Эти руки никого не убивали. Что это было? Где улики? Я бы тоже хотела так светить. Не отвлекайся. Вот мой бубен. Научишь на нем играть? Я жду показания. Я ставлю свой шаманский бубен, что события развивались как-то так. Храбрость произносила свою речь. Я стояла и завидовала тому, какая она крутая. Потом пропал свет. Это все устроил стыд. Он не смог простить Храбрость за то, что она его публично унизила, хлопнув по спине. Когда он набрал по телефону Смерть и попросил, чтобы она забрала Храбрость с собой. Смерть оказалась не против. Ведь это ее работа. Но для начала ей нужно было подписать с Храбростью контракт. Когда Храбрость увидела Смерть, то настолько испугалась, что стала очень растерянной. Она даже не проверила условия контракта, который ей вручила старушка Смерть. Поэтому мой вам совет. Всегда читайте контракт, прежде чем его подписывать. Но вернемся к нашей истории. Храбрость все-таки поставила свою подпись под контрактом. Смерть ее поблагодарила и ушла. А через несколько секунд Храбрость умерла. Она пыталась нам еще что-то сказать, но уже было слишком поздно. Смерть забрала ее к себе. Я рассказала чистую правду. Все это время убийцей был стыд. Ура, дело закрыто. Стоп, стыд это же я. Я бы так не поступил. Ты поедешь в тюрьму. Подойди, мне нужно сделать фото. Я не виновен. Улыбнись. Детектив Гнев. А может это вы убийца? Я? Это абсолютно невозможно. Возможно. Хорошо. Если я подозреваемый, тогда я должен буду себя сфотографировать. А теперь мне придется себя допросить. Но я не сообщу следствию никакой ценной информации, поскольку я никого не убивал. Я знаю законы. Вы имеете право не свидетельствовать против самого себя. Но от воспоминания ничего не скроешь. Вот как это случилось. Перед тем, как прийти к нам и со всеми познакомиться, храбрость зашла в Клак из Чикен, чтобы немного расслабиться и выпить свой любимый коктейль. Пока барменша его готовила, храбрость завязала с ней дружескую беседу. На самом деле ей просто нужно было выговориться. Она призналась, что очень переживает перед важной встречей. Храбрость даже не подозревала, что за ней ведется слежка. Гнев долго ждал момента, пока храбрость снизит свою бдительность. И вот этот момент настал. Он незаметно подполз под барную стойку. Зажег спичку. Добавил в коктейль храбрости немного огонька. Храбрость допила свой коктейль и отправилась к нам навстречу. Огонь подействовал не сразу. Поэтому она еще успела сказать свою речь. Но это последнее, что она сделала. Гнев выключил свет, поскольку знал, что гренучая смесь произведет свой эффект с секунды на секунду. И он был прав. Храбрость выплюнула языки пламени, словно дракон. Но, к сожалению, огонь сжег ее изнутри. Она пыталась сообщить нам, кто убийца. Но не успела. Огненная смесь сделала свое горючее дело. Такие дела. Видите? Именно так Гнев ее и убил. Он подделал воспоминания. Это стыд убил храбрость. Только не это. Он не врет. Его совесть чиста. Храбрость? Ты жива? Мы так рады тебя видеть. Сейчас вы все узнаете, что же там произошло на самом деле. Помните, Ланс Сабля подарил мне розу? А я разрубила ее. Потому что у меня были дела поважнее всех этих романтических штучек. Потом я пошла вас учить, как нужно правильно жить. И даже забыла про эту историю с розой. А Ланс Сабля все помнил. Оказывается, что своим отказом я запятнала его честь. И он решил вызвать меня на поединок, чтобы ее очистить. Я не хотела, чтобы он ходил с грязной честью, поэтому согласилась. Мы довольно долго сражались, но никак не могли определить победителя. В итоге Ланс отвлек меня и обманом победил в этом бою. Я пыталась попросить у вас помощи, но потеряла сознание. Было уже слишком поздно. Настоящим преступником был Ланс Сабля. Мы должны его поймать! Не нужно этого делать. Это еще почему? Как бы вам сказать? Это Ланс! Успокойте свой гнев. Сейчас я вам поведаю правду. Ждем с нетерпением. Услышьте мое повествование. Совесть замучила меня за то, что я поступил совсем не как рыцарь. Тогда я поцеловал прекрасную принцессу, чтобы она снова смогла наслаждаться утренними лучами солнца. Ну и моей компанией, конечно. Принцесса была благодарна за то, что я ее спас. И мы решили соединить наши судьбы навеки. Это правда. Теперь мы с Лансом пара. Правда, мой храбрый рыцарь. Друзья, нам всем пора возвращаться к работе. Точно! Бежим! Что там у нее происходит? Не будем им мешать. Мы совсем забыли про Райли! Нет! Только не это! Отлично! Дочистила! Что там у нас дальше? Я же еще даже не ела. Ничего страшного. Покушаю по дороге в школу. Мне в эту сторону. Я на месте. Осталось взять учебники и можно идти в класс. Брайан! Какой же ты красивый! Я тебя люблю! Это так мило! Мы опаздываем на урок! Райли, соберись! Я от тебя без ума. Ладно, нужно занять место в классе. Вау! Ничего себе! Сегодня вечером состоится школьный бал! А тебе до него какое дело? Тебя все равно никто не пригласит. Что? Почему? Ты только посмотри на нее. Она мечтает стать королевой школы. В таком прикиде она выглядит как бродяжка. Отстаньте! Лузерша! У меня нет другой одежды. Настало мое время. Вы тоже чувствуете этот стыд? Как же нас сейчас опозорили. Прекратите надо мной смеяться. Вот она, настоящая королева лузеров. Что это у тебя за мусор? Это тебе больше не пригодится. Зачем вы это делаете? Я сейчас им наваляю. Драться нехорошо. Они постоянно нас обижают. Подожди, давай я попробую. Что вы задумали? Хочешь пойти на школьный балл лысый? Так ты точно сможешь всех удивить. Я не хочу. Какой кошмар! Помогите! Они хотят отрезать наши шикарные волосы. Это очень страшно. Понимаешь? Откуда он взялся? Прекрати паниковать. Так-то лучше. Вы решили, чья сейчас очередь? Я включаю максимальный уровень страха. Пожалуйста, только не обрезайте мои волосы. Эй, вы! Отойдите от нее! Оставьте Райли в покое. Посмотри, какой он грозный. Как мне страшно. И что ты нам сделаешь? Я... Я... Еще не придумал. Нам конец. Нужно бежать. Поднять уровень страха до предела. Хватит! Только не бейте меня. Куда подевалась твоя смелость? Тебе повезло. Звонок тебя спас. С дороги. Бу! Ай! Бу! Не бей! Наконец-то они ушли. Фух, пронесло. Брайан, спасибо, что попытался мне помочь. Держи, ты тут уронила. Я тебе очень благодарна. Увидимся. Подожди. Не хочешь пойти вместе со мной на бал? Ты меня приглашаешь? Он пригласил нас на бал. Я не могу в это поверить. Свершилось. Да, хорошо. Я согласна. Тогда до вечера. До вечера? Это было очень неожиданно. Ура! Я вас поздравляю. Сегодня вечером мы идем на бал. Моя мечта сбылась. Поскорее бы уже домой. Как же долго тянется время в школе. Все, уроки закончились. Пора готовиться к балу. Я должна подобрать себе наряд. Мне нужно красивое вечернее платье. Точно. Я видела такое у мамы. Что-то здесь не так. Кажется, оно на меня великовато. Кошмар. Ужас. Это провал. Я начинаю паниковать. Я не могу идти на бал в таком виде. Нужно переодеться. Может быть, попробовать папин костюм? Даже не знаю, как я в нем выгляжу. Категорическое нет. В таком костюме нас засмеют. Я не могу на это смотреть. У меня есть только эта одежда. У нас большие проблемы. Похоже, балл изменяется. Мне совсем нечего надеть. Брайан никогда меня не полюбит. А кто это у нас тут плачет? Бананчик? Что ты тут делаешь? Я помогу собрать тебе образ на школьный бал. Но у меня совсем нет одежды. Открой меня. Внутри ты найдешь твой наряд. Вау! Это правда мне? Я же вам говорила, что все будет хорошо. У Райли будет красивый наряд. Хоть бы на лес. А если размер не подойдет? Не каркайте. Не обращайте на меня внимания. Это слезы счастья. Главное не опозориться. Время для радости. Я уже хочу его примерить. Какая клевая музыка. Балл просто отпад. Отрываемся. Музыка качает. Мы здесь самые главные звезды. Под эту музыку прикольно танцевать. Время медляка. Пойду кого-то приглашу. Отличная идея. Привет. Составишь мне компанию? Конечно. Давай потанцуем. Где же Райли? Наверное, она уже не придет. Я давно хотел тебе сказать. Говори. Ты мне нравишься. А я тебе нравлюсь? Конечно. Молодец. Где же моя Райли? Надеюсь, что я не очень сильно опоздала. Интересно. Почему Брайан меня не встречает? Это наш вечер. Райли должна быть в центре внимания. Пока все идет хорошо. Как же она круто выглядит. На все сто. Я так счастлива. Крутая музыка. Хочется танцевать. Эй, ты чего? Я просто потанцевать хотел. Не позорь нас. Я сейчас сгорю от стыда. Вот это он дает. Брайана нигде нет. Райли. Какая она красивая. Брайан меня заметил. Я себя чувствую очень неловко. Он посмотрел на нас. Я был к этому не готов. Что нам делать? Помогите. Я должна быть смелой. Райли. Ты потрясающе выглядишь. Я рад тебя видеть. И я очень рада. Разреши пригласить тебя на танец. Ой, я даже не знаю. Он пригласил нас на танец. Что нам делать? Кто из вас умеет танцевать? Танцы – это моя стихия. Я зажгу танцпол. Нет. Нет. Вы меня больше не увидите. Я уехал из страны. Я придумала. Сделаем вид, что все хорошо, и мы не переживаем. Я не очень хорошо танцую. Но давай попробуем. Как же это убого выглядит. Только посмотри на этих малявок. Какие они оба неуклюжие. Нам нужно взяться за руки. Но я точно не знаю, как. Я тоже никогда раньше этого не делала. Стыд. Ты был рожден для этого момента. Это время пришло. Активировать режим сгорания от стыда. Как же мне неловко. В глазах темнеет. Я не очень хорошо двигаюсь. Ты называешь это танцем? Какой позор. Смотри, она танцует, как подбитый голубь. Попробуй положить руки мне на плечи. Вот так. Ой, ты уверен, что так правильно? Мне так не очень удобно. Давай покажем, как нужно танцевать. Я сейчас лопну с отмеху. Они просто короли Кринжа. Они смеются над нами. Пора насладиться танцем. Как скажешь. Не этим. Мне не отмыться от этого позора. Жаль его. Хватит. Пора нашей Райли кайфануть. Мне нравится с тобой танцевать. Я рад, что ты все-таки пришла. У нас уже хорошо получается. Ай! Да, ныга сломана. Это катастрофа. Балл полностью испорчен. У меня очень болит нога. Райли, держись. Я падаю. Помогите. Я сломала себе ногу. Уже бегу. Приятно познакомиться. Я твой лечащий врач. Вы мне поможете? Само собой. Будет больно. Не волнуйся. Ты в хороших руках. Я сделаю все аккуратно и безболезненно. Готово. Что скажешь? Очень непривычно. Как же я теперь буду ходить? Мы больше не сможем играть в хоккей. Наша карьера закончена. А когда срастется нога? Скоро. Не стоит паниковать. Все из-за этих танцев. Нельзя делать то, чего не умеешь. Как теперь ходить в школу с гипсом? Это же полный позор. Нет. В школу не пойдем. Немедленно пропустите меня к пульту. А-а-а-а. В школе мне конец. Давай проверим твое зрение. Называй буквы, которые я буду тебе показывать. Но я ничего не вижу. Плохо дело. Придется выписать тебе очки. Вот. Теперь тебе будет все хорошо видно. Очки. Лучше убейте меня сразу. Ты в порядке? Теперь мне в школу точно нельзя. Привет. Как ты? Привет. Не очень. Я принес тебе небольшой подарок. Класс. Мне очень приятно. Коньки? Как я буду на них кататься? Да он просто издевается над нами. У меня поломана нога. Я не могу кататься. Прости. Я не подумал. Забирай свой подарок и уходи. Ладно. Как скажешь. Я старался. Выбирал. Она еще и недовольна. Неблагодарная. Я пошел домой. Тяжелый выдался денек. Началась новая учебная неделя. Дай сюда. Луна, лови. Отдайте. Забери. Давайте посмотрим, что в портфеле у ботанов. Смотрите. Она сейчас заплачет. Мои вещи. Сейчас мой выход. Не время грустить. Лили нужно добавить радости. Пустите меня. Ненавижу школьных хулиганов. Я разберусь с ними. Идите сюда. Давай обойдемся без агрессии. Не трогайте меня. Попробуй найти свой класс без очков. Смотри, не опоздай. Иди домой. Мы не дружим с заучками. Звонок. Бежим. Что я им сделала? Ничего не вижу. Время страданий и боли. Привет. Приятно познакомиться. Я тревожность. Тебя никто не звал. Да ладно вам. Мы обязательно подружимся. Скорее всего. Или будем заядлыми врагами. Где моя комната? Подожди. Ты, наверное, радость? Потрясная прическа. Какой кринж. А вот и наш скромник. Мы рады тебя видеть. Не так близко. Крепкое рукопожатие. Ну, почти. Не смотрите. Ты ей нужен. Давай. Я даже не знаю. Нажимать? Ну ладно. Попробую. Молодец. Давайте посмотрим на результат. Все видели мой позор. Как же стыдно заходить теперь в класс. Выбора нет. Нужно идти на урок. Простите за опоздание. Можно зайти? Нападение очкариков. Лили, ты где ходила? Я заблудилась. Ты найдешь дорогу к доске? Да, миссис Рит. Уже иду. Подскажите мне, пожалуйста. Она решила еще и нас подставить. Не волнуйся. Я знаю правильный ответ. Ты настоящий друг. Смотри внимательно. Вот он. Лузер. Я так и знала. Оглядите, она сейчас опять заплачет. Прекратите шуметь. Я не знаю, как это решить. Потому что нужно приходить на уроки вовремя. Садись. Двойка. Так не честно. Я не виновата. Кто следующий? Ой, посидите тихонько. Я тоже соскучилась. Фу. Двоечница. Позор. Стойте. Уходи с первой парты. Прекратите. Хватит. Ненавижу школу. Не хочу сюда больше ходить. Дорогой, притормози. Ты мне мешаешь. С нее уже хватит стыда. Только я тут могу разобраться. Она полностью опозорена. Давай работать вместе. Ты гений. Буду учиться дома. Это опять они. Нашла себе местечко получше. Вот тут и оставайся. Чао. Почему они меня преследуют? О, время покушать. Еда должна улучшить мое настроение. Кайф. Это мой любимый сырный бургер. Тут занято. Хорошо. Я сяду отдельно. Похоже, что мой ланчбокс закрывал Супермен. Наконец-то. Что там у меня? Пахнет не очень. Я так и знала, что ботаны едят траву. Ничего страшного. Зато это полезно. Крутые ребята кушают бургеры. Давай ее пранканем. Договорились. Я в деле. Хочешь попробовать? Конечно, хочу. Опс. Опять вы за свое. Бургер с пылью. Мой личный рецепт. Ты куда? Тебе понравится. Подожди. Все в порядке, Лили. Ты не голодная. Я хочу домой. Тревожненько. Немедленно отпустите нас. Вы все испортите. Они слишком переживают. Нужно их успокоить. Согласен. И не стыдно вам так кричать. Все пропало. Поберегите нервишки. Продолжим нашу работу. Больше нельзя опаздывать. Эй, Лили. Ты там не доела. Пыльный бургер ждет тебя. Нужно просто не обращать внимания. Садитесь на свои места. Сегодня у нас контрольная по математике. Интересно, с чего бы мне начать? Сложная. Пришло время шпаргалок. Можете писать. Время пошло. Я должна успеть. Хорошо, что я подготовил ответы. Главное, чтобы училка ничего не заметила. Это будет не тяжело. Я мастер по списыванию. Миссис Рид не смотрит. Сколько осталось времени? Я все вижу. Ой, что там? Она идет. Я не успеваю. Показывайте свои работы. Это идеально. Мы старались. Сработало. Вы получаете отлично. Так держать. Лили, ты списываешь? Как тебе не стыдно? Что? Ты должна писать сама. Я ставлю тебе двойку. С большим минусом. Вторая двойка за день. Вы меня подставили. Мы спасли ее от школы. Хорошая работа, мой застенчивый напарник. Я до вас доберусь. С меня хватит. Я больше не приду в эту школу. Тут просто ужасно. У меня совсем нет друзей. О нет. Ищи подушку намочила. Теперь спать на мокром. Я свободен. И что мне без вас делать? Выше нос. Все получится. Я ничего не умею. Дурацкая подушка. Ты тоже меня предала. Я так просто не сдамся. Сейчас я тебя высушу. Поняла? Наконец-то. Я все исправлю. Пустите меня за пульт. Ха, я придумала. Это можно использовать как микрофон. Так и знала, что все будет хорошо. Пришло время возвращаться к работе. Пойдем. Я вас сейчас размажу. Спокойнее, помидор. Достали. Сейчас вы у меня получите. Я главный. Держите его. Хватит позорить Лили. Вы уволены. Отдохните. Подышите воздухом. Отпустите. Мне страшно. Старая команда в сборе. Давайте все исправим. Я могу стать певицей. Тогда я буду давать концерты. И мне не нужно будет ходить в школу. А вот и мы. Привет. Вы кто? Твои эмоции. Это очень странно. Мы тебе поможем. Начнем с самообороны. Я готова. Вы должны попасть этим в Лили. Бросайте. Жалко переводить столько бумаги. Твоя задача защищаться. Не дай им в себя попасть. Сейчас попробую. У меня получается. Теперь ты умеешь защищаться. А после защиты обязательно переходи в атаку. Хватит насилия. Я тебе помогу с математикой. Мне нужны ассистенты. Куклы подойдут. Две плюс две. Сколько будет? Получается четыре куклы. А если еще добавим две? Я знаю. Выходит шесть кукол. Правильно. Давай унылую пять. Теперь моя очередь. Давай сделаем из тебя настоящую модницу. Я согласна. Примерь это. Не, я похожа на бабушку. Сейчас тебя омолодим. Держи. Честно. Это провал. Полный отстой. Есть еще вариант. Вау. Это очень круто. В школе все будут в шоке. Пойду их удивлять. Подожди. Еще одна деталь. Это дополнит твой образ. Теперь ты главная модница школы. Пойди посмотри на себя. А еду мы оставим. Это же гадость. Ты не права. Здоровая еда добавляет тебе силы. Вот видишь? Я тоже хочу. А это не так и плохо. Осталось сделать тебе современный маникюр. Вау. Какой он яркий. Это мой любимый. Подожди минуту. Лили, ты выглядишь снахшибательно. Пора идти в школу. Уже не терпится посмотреть на их реакцию. Прячьтесь. Я переживаю. Начнем. Наша Лили самая красивая. У меня все получится. Отдай рюкзак, ботанша. Это вы мне? Ничего себе. Стильно выглядишь. Я знаю. Теперь ты крутая. Давай дружить. Конечно. Я согласна. Я сейчас заплачу. Попалась. Дай сюда. Руки прочь. Вот вам. Ты чего? А ну-ка ищи отсюда. Она сошла с ума. Уходим. Бегите, трусишки. Ну как я вам? Вот это я понимаю. Ты их просто уничтожила. Мне пора на урок. Идем вместе. Порвем эту школу. Я скоро. Ну что? Начнем занятие? Ты опять опоздала. Сейчас она получит. Но ты круто выглядишь. Что это было? Я готова решить пример. Сейчас посмотрим. Выглядит очень просто. У нее получилось. Все. Молодец, Лили. Ставлю тебя отлично. Спасибо. Ой, опять звонок. Я на минутку. Посидите спокойно. Конечно. Вот тебе, ботанша. Это все, что вы можете. Слабовато. Моя очередь. Помогите. И больше ко мне не приближайтесь. Ее укусил кто-то крутой. Я не кусал. Ты выиграл еще один раунд. Держимся от нее подальше. Точно. Время обеда. Вот твоя еда. Приятного аппетита. Смотри, она опять ест свою траву. Ее укусила корова. Вы ничего не понимаете. Это полезная еда. Она добавляет мне силы. Сейчас покажу. Смотрите внимательно. Можете вот так. Попробуйте повторить, бургероеды. Я слишком наелся. Не могу встать с места. Ну и кто теперь неудачник? Мне пора на урок. Счастливо оставаться, пузатики. Миссис Рид, я пришла. Ничего себе, ты вовремя. Я готова начинать. Хорошо, вот твой вариант. Спасибо. Какая легкотня. Сейчас я быстро все решу. Дело сделано. Уже написала? Давай проверим. Тут все правильно. Это заслуживает самой высокой оценки. Миссис Рид, я должна вам кое-что сказать. У Луны и Брайана шпаргалки. Они постоянно списывают. Вот обманщики. Спасибо, что предупредила. Ты свободна. Пора идти домой. Ты что, уже уходишь? Урок же только начался. Конечно. А вас ждет сюрприз. Какой еще сюрприз? Идите сюда. Мы ни в чем не виноваты. Шпаргалки на базу. Бегом. Хотели меня обмануть? Я вызову ваших родителей в школу. Справедливость восстановлена. Лили, ты их всех уделала. Пора возвращаться. Спасибо. Без вас бы я не справилась. Какие они классные. Освободите нас. Мы так больше не будем. Обещаете? Ну, конечно. Клянусь стыдом. Хорошо. Дадим вам еще один шанс. Ура! Что теперь будем делать? Я давно не стояла за пультом. Лили, нужна тревожность. Ты опять за свое. Убери руки. Остановите ее. Ну вот. А как же я? Совсем про меня забыли. Кажется, придется брать управление в свои руки. Гляну-ка в инструкции. Написано, что я тоже могу ее удочерить. Я буду ее основной эмоцией. У меня совсем нет друзей. Мне так одиноко. Было бы здорово иметь хотя бы одного настоящего друга. Что за настрой? Вдруг она заболела. Ничего. Мы ей поможем. Странно. Не выходит. Что делать? Только без паники. Вы кто такие? Ой, она нас заметила. Давай знакомиться. Я радость. Привет. Ну, гнев я. Что тут непонятного? Не начинай, злючка. Ладно, ладно. Страх. Брезгливость. Привет. И кто только придумал эти рукопожатия. Хорошо, что существует антисептик. Бедняжка. Друзей нет. А эмоция даже прикасаться к ней не хочет. Как грустно. Ой, ну вот. Не хватало еще замыкания устроить. Я что? Такая противная. Ливи, ты опять за свое. Это моя естественная реакция. Что делать? Как ее развеселить? Есть идея. Счастливое воспоминание. Давай посмотрим. Я помню этот день. Я гуляла в парке со своей любимой куклой. Но вдруг начался дождь. Молния попала в Эмили. И испортила ее навсегда. Классный денек, правда? Один из самых грустных дней в моей жизни. Ладно, ладно. Мы что-то придумаем. Ой, не сработало. Да уж. Нужно что-то другое. Вот оно. Бинго-бонго точно поможет. Пойдем, дружок. Какой милый слоник. Милый? Да он будто из ада. Прячьтесь. Чего это он? Не обращай внимания. Он трусишка. Лучше на вот, поиграй. Спасибо. Вроде бы помогло. Она больше не плачет. Ну же, Минди. Веселее. Пойдем, Бинго, покатаемся. Бинго-бонго не подвел. Я б тогда ему устроил. Отлично. Надеюсь, на нем нет микробов. Вперед, Бинго. Это мои новые туфли. Мамочки. Что Минди сделала не так? Она же просто хотела поиграть. Еще и буковка стерлась. Печальнее некуда. А теперь ответ. Злюка, что ты наделал? Что вообще происходит? А что сразу я? Стоп. На выход. Раскомандовалась. Как скажешь. Идем, идем. Живее. Минди, мы скоро вернемся. Не грусти. А вы? Как вам не стыдно? Мы должны делать все, чтобы наша Минди была счастлива. Радость злиться. Мы обязаны ее развеселить. Знать бы как. Отойди. Она должна быть не радостная, а злая. Что за глупости? Счастье равно радость. Вечно все по-твоему. Слишком бурные эмоции. Ой-ой-ой. Там уже опасно. Как тут наша Минди? Чашечка ароматного чая для меня. Ммм. Вкусный. А теперь еще одна чашечка для... Тоже меня. Играть мне не с кем. Эх. Я так одинока. Как грустно. И мне никогда не будет друзей. Я всегда буду одна. О, Минди. Что это было? Они что, дерутся? Ну-ка глянем. Мама, спасайся, кто может. Вау. Никогда сам не был в парке. О, игровая площадка. Может, найдется что-то интересное. Обожаю пузыри. Обалдеть. Ой, аккуратнее. Тейлор, ты маг. Таких игрушек у Минди нет. Видишь шарик? Да, есть шанс. Вау. Оставлю на потом. Эй. Я все верну. Ты испортил мой фокус. Куда это он делся? Мама. Ух, еле ноги унес. Страх, опять ты. Ага, приветик. Ну, привет. Ого, что там происходит?